Здравоохранение Югры получит субсидию на закупку авиационных работ для оказания скорой медицинской помощи. Решение приняли члены окружного правительства. Субсидию предоставят в рамках федерального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Отмечу, что Центр медицины катастроф Югры использует авиатранспорт для оказания экстренной помощи жителям труднодоступных территорий. Используется 116 вертолетных площадок. Это позволяет обеспечить двухчасовую доступность к любой точке Югры. К вылетам круглосуточно готовы 5 вертолетов Ми-8 и самолет Л-410. В течение прошлого года авиамедицинские бригады совершили около 1800 вылетов. Экстренную медицинскую помощь получили больше 2500 человек. Данная дополнительная заявка позволит перевести дополнительно 335 пациентов и закупить 418 летных часов на 2024 год. Насколько эффективно работает новая система обращения с отходами? Кто отвечает за чистоту в лесу? Как остановить вырубку деревьев в городах? Такие вопросы задали угорчение губернатору Югры в соцсети ВКонтакте. Наталья Комарова выложила пост с анонсом очередной прямой линии. Традиционно жители региона обращают внимание губернатора на конкретные проблемы. Сегодня ровно в полдень состоится онлайн-дискуссия, посвященная реализации нацпроекта «Экология». В центре внимания будет уборка общественных зон, лесов и берегов рек, а также вопросы в сфере обращения с ТКО. В режиме реального времени о своей работе расскажут представители добровольческих объединений, регионального оператора «Юграэкология» и «Авиалесохраны». Эфир будет транслироваться на страницах Натальи Комаровой и в официальном сообществе региона во ВКонтакте. Начало в 12 часов дня. Жители Пойковского бежали и прибирались одновременно. Спортивный субботник провели в рамках 20-й международной экологической акции «Спасти и сохранить». Экозабеги прошли сразу в нескольких городах Югры. В Пойковском для проведения акции выбрали первый микрорайон. Участники экозабега собирали на своем пути все, что портит внешний вид города. Жестяные банки, фантики и пакеты. Нашелся мусор и потяжелее. Жители Пойковского выкатили шины от грузовиков, сломанные детские коляски и прочий хлам, который нерадивые жильцы не донесли до контейнерных площадок. Всего в спортивном субботнике приняли участие полсотни пойковчан. Такие субботники у нас проводятся уже второй год подряд. В прошлом году мы организовывали «Югра-плогинг». В этом году эта акция называется «Югра-экозабег». Мы убрали в прошлом году территорию второго микрорайона, первого микрорайона. В этом году также мы начали с первого микрорайона. Хочется обратиться ко всем жителям поселка. Пожалуйста, не мусорьте, потому что иногда просто переходит грань дозволенного. Мы работаем по принципу «это не наш мусор, но это наш поселок, это наша планета». И мы хотим жить в чистом доме. Нефтьюганские налаживают производство импортозамещающего оборудования для нефтегазовой отрасли. Предприятие Marlin Oil Tools работает на игорском рынке с 2017 года и занимается созданием оборудования для скважин. Около трех лет назад у компании появился собственный цех. Сейчас в номенклатуре производство порядка 50 видов оборудования, которым пользуются не только российские нефтегазовые предприятия, но и компании стран СНГ и ближнего зарубежья. На достигнутом руководство останавливаться не планирует. У нас в основном токарно-фрезерная группа, ЧПУ-станки. На них мы производим внутрискважинное оборудование. Сами разрабатываем производство полного цикла, от конструкторской документации до готового изделия. Конечно, мы планируем расширять производство, планируем расширять номенклатуру производимых изделий и выходить на новые рынки. Такие как заканчивание скважин может быть увеличивать долю сервиса в деятельности компании.